итак друзья мои всем кому я рассказывал про то что программа mx player имеет кучу на воротах как говорится посвящается если вы не догадались если вам кажется что громкость при воспроизведении видео музыки и так далее тиховато то в том самом mx player можно добавить ее дополнительно показываю к если вы в курсе и можно воспроизводить и потоковое видео и видео с самого смартфона планшета и так далее устройство на андроиде короче а также даже музыку но в общем то все равно громкости там некоторым не хватает ввиду того что устройство некоторые тиховаты я эту тему на самом деле знал очень давно буквально лет наверное шесть но я так подумал и посмотрел статистику в интернете по моему не все об этом знают поэтому хочу показать во первых здесь есть эквалайзер который можно включить и им пользоваться но это все фигня особой громкости он не добавит как можно сделать громче ну например есть у меня день тут видео или нет в общем видео на планшете в записанной собственно его память не нашлось делаем просто открываем видео которое я снимал в киноте в театре качество не обращаем внимания я разрешение не увеличил и теперь я вам на паузе покажу как сделать громче я на некоторых устройствах уже это сделал на некоторых забыл поэтому в общем то сейчас все увидите залезаем в настройки далее больше далее слово настройки далее декодер и ставим вот эти две галочки это первое если хотите с аудио связываться то соответственно и здесь тоже выставляете галочки которые хотите на него переключить чтобы этот плеер использовался по умолчанию для проигрывания таких файлов ну и соответственно ой это я уже был то у нас видео кодеки а понятно ну и в общем как-то так далее св декодер и можно сделать вот так далее возвращаемся обратно сейчас появится одна интересная тема запускаем опять спектакль если кто не замечал обычно у медиаплеера у него есть регулировка громкости звука двигая пальцем справа так вот обычно она шла до 15 теперь как вы видите 30 разницу в звуке сейчас я покажу очень просто я запущу чуть-чуть дам послушать на 15 а потом потому до 30 что происходит он программно подкручивает все как сказать там визуализаторы что ли короче усиливает каждый спектр частот или не знаю как еще сказать короче как будто эквалайзер заваливает самый верх то есть он делает еще дополнительно громче да с небольшой потерей качества но громче то есть мы можем одновременно и прибавить громкость и еще и в эквалайзере накрутить попробуем что-то как-то эквалайзер то пропал вот аудио эквалайзер активировать и у нас видео и вот так кстати еще кодек можно догрузить что я раньше когда-то тоже делал есть видео на канале ну ладно что-то я потерял где эквалайзер выбирается уже в локальном файле окей я не упёртый значит откроем сам mx player в эквалайзере еще а он себя сразу сюда и кидает или эквалайзер появился нет не появился или здесь есть нет значит выходим назад открываем mx player так он без рекламы жить не может эквалайзер мы его активировали тоже заваливаем все вверх ну почти все эти чуть-чуть не догоняем иначе дребезжать будет вселение басов виртуализатор кстати не надо басы немножко можно выходим возвращаемся опять в плеер выбираем опять спектаклик короче я думаю вы заметили что еще процентов 10 громкости добавилось то есть теперь мы выжили из данного планшета в частности максимальную громкость и это все сделалось банально с помощью плеера поэтому не забываем что все возможно каким бы плеером вы не пользовались есть наверняка какие-то финты ушами если ваш плеер этого не умеет просто ставьте mx player он это умеет всем спасибо всем пока это латуха надеюсь кому-то было полезно я этим финтом кстати пользуюсь уже лет шесть с момента по моему четвертого андроида когда я как раз подсел на mx player на андроиде 2.2 я еще по моему только начинал на него переседать я на андроиде побыл на том всего по моему годик если не меньше и я тогда нашел только добавление громкости ведь в декодере когда появляется 30 процентов а в эквалайзере подкрутить еще не догадывался но то есть теперь я уже выжил от него максимум всем спасибо всем пока